Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и у нас в гостях начальник отдела ГИБДД МУ МВД России Люберецкая, полковник полиции Илья Томанов. И мы поговорим о многих важных темах, которые сегодня, естественно, касаются всех участников дорожного движения. Это и пешеходы, и водители, и, собственно говоря, сама, может быть, инфраструктура тоже в этом участвует. Но начнем с того момента, когда пешеход становится автомобилистом, когда он покупает автомобиль или, в общем, короче говоря, становится обладателем транспортного средства. Так же правильно звучит. Регистрация автомобилей. Что нового в этом сейчас? В ГАИ для того, чтобы водители могли максимально себя комфортно чувствовать при регистрационных действиях, за последнее время достаточно много изменений. В сумме для тех людей, которые были в ГАИ 3 года, 5 лет назад. Для меня, я был давно. Тогда по порядку. Я основной момент, который вызывает проблемы при регистрационных действиях. Коротко для вас специально. Есть старинный способ осуществления госуслуги под названием регистрация транспортного средства. Это прийти, но он уже не совсем старинный, получить из специального аппарата талончик в живую очередь, где будет обозначено время, когда с вами готов будет заняться сотрудник государственной инспекции. Второй способ – это обращение к порталу госуслуг, где вы, соответственно, что, опять же, позволяет сэкономить 30% от госпошлины, где вы можете записаться и точно так же получить эту госуслугу в указанное время. Опять же, на портале госуслуг вы заполняете заявление, что оптимизирует саму по себе весь процесс. На что я обращаю внимание? Для людей, для участников дружного движения была сделана очень такая удобная функция. И как раньше, вспоминайте, у нас было два этапа. То есть сначала я машину снимаю с учета, и она как бы готова в продаже. Потом приходим вместе с новым владельцем, ставим на учет. Или новый владелец на основании бумаг приходит. Сейчас снятие с учета, вот я обращаю внимание, многие до сих пор этот нюанс или упускают, или даже вообще не знают об этом. Снятие с учета транспортного средства как такового нет. И это рождает некие проблемы, на которых я сейчас как раз хочу заострить внимание. По закону, новый владелец вашего, я вот беру ситуацию не с салона. Салон, понятно, купили договор, пришел, зарегистрировал. Опять же, у вас есть 10 дней, что с салона, что вот я сейчас у вас куплю машину, я у вас покупаю машину. Мы подписываем договор простой письменной формы, или обращаемся в организацию, которая помогает заполнить, сделать это грамотно. С этим договором вы мне уже не нужны, как предыдущий владелец. Я, как владелец этой машины, прихожу с договором с машиной. При наличии паспорта и этого договора я практически готов к оказанию госуслуги в виде регистрации транспортного средства. 10 дней. 10 дней. Почему 10 дней? Через 10 дней человек привлекается к административной ответственности. Что зачастую происходит? Особенно, если житель не нашего региона. Он говорит, типа, все, нет вопросов, я все поставлю. Пока он доезжает до точки своего проживания. И хорошо, если это не Магадан. Значит, все письма счастья, которые были получены, все приходят к предыдущему владельцу. Это раз. Второе, кроме писем счастья, там может быть и дорожное транспортное происшествие. Ну, в общем, все что угодно. Да, поэтому настоятельно рекомендую приходить все-таки вдвоем по старинке. Это если вот прям совсем просто. Но есть очень оптимальное решение, и я к нему сейчас призываю. Вы на том же портале госуслуг. Вы после того, как к вам заключена сделка и подписаны договора. Договоров надо подписывать два или три, ну, там, понятно, чтобы в том числе сделать скан и приобщить этот отсканированный договор на портал госуслуг с заявлением о том, чтобы государственная инспекция сняла эту машину с вас, как с владельца. То есть на десятый день, в случае вашего обращения, эта машина снимается. Не надо идти контролировать. То есть уже эта задача будет государственной инспекцией. И письма счастья перестанут приходить. Перестанут. Понятно, что если возвращаемся к письмам счастья, понятно, что обращаемся в орган, который вам, в этот центр видеофиксации, который вам прислал эту квитанцию с фиксацией видеонарушения. Прилагаем договор, оспариваем. Ну, да, это уже... Ну, вот, я знаю людей, которые боролись, не всегда это успешно. Иногда это доходит до суда второй инстанции. То есть, правильно понимаю, лучше всего по старинке вдвоем, вот, продал машину, документы оформили, пришли, поставили на учет, и теперь езжай. Это вот для спокойствия. Ну, люди все разные, кто-то дорожит своим временем, кто-то там продвинутый пользователь современных порталов госуслуг. Поэтому продали на 10-й день, размещаете свое заявление, значит, оно в любом случае будет получено, в любом случае будет отработано. А знак, регистрационный знак при этом, какова сейчас ситуация? И вот само прохождение, потому что я давненько, правда, это уже было, ну, разные были варианты автомобиля, но, тем не менее, я помню, был период, что и очереди, и как-то это все очень было долго, и плюс со знаками. Какова сейчас ситуация? Тоже очень интересный момент. С января прошлого года мы возвращаемся к предыдущей. К старым добрым венам. Да, к старым добрым венам. Когда кто где жил, тот на таком регионе и ездил. Ага. Тут по этому поводу, конечно, всякие ситуации интересные возникают, но вы должны понимать, что если вы ездили, вот, если у вас особенно эта информация для обладателей красивых номеров, золотых номеров, красивых, или просто полюбившихся, вот, бывает, он для кого-то, да, вот, есть там, там разные, могу примеры приводить, цифра совершенно, посторонний человек, ни о чем не говорящий, но для него вот она вот о чем-то говорит. Но при этом житель Москвы, а номер у него областной, ну, потому что он в свое время там, условно, жил в Малаховке, ему было легче набраться до Люберецкого РЭО и там осуществить регистрационные действия. Надо понимать, что если он с этой машины приедет, то номер этот будет, уйдет в базу, то есть он у него этот номер аннулируется. Регистрационные действия он сохранить его тоже не сможет за собой, то есть регистрация будет уже с номером, который будет с регионом его проживания. То есть если у него регион Московской области и он живет в Московской области, он может сохранить себе этот номер, подав какое-то заявление, правильно, для нового автомобиля? Нет, это мы сейчас говорим, вот, если вот памятный какой-то номер, то есть такая госуслуга, это сохранение регистрационного знака. То есть она существует только в регионе проживания, да, имеется в виду? Но она будет для него актуальна, если регион проживания совпадает с регионом, который находится на регистрационном знаке. Но по большому счету, если мы не рассматриваем этот индивидуальный подход, человек должен сдать регистрационное вместе с продажей автомобиля. И приобретая новый автомобиль, он должен получить новый номер. Ну, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Хорошо, а насколько я понимаю, раньше шел разговор о том, что можно было автомобиль продать чуть ли не с номером. И вообще, почему, я сейчас объясню свой вопрос, коль мы так серьезно на этой теме заострили внимание. Вот я продаю автомобиль, мне не важен мой номер, все, я продаю целиком. Почему нельзя этот же автомобиль зарегистрировать на нового пользователя, и чтобы этот номер перешел к нему? Может, ну съездят на этом? Если вы, условно, на 50-м регионе продаете свою машину жителю Московской области, этот номер за ним останется. А, ну, чтобы не было лишних проблем. Да, если он не житель Московской области, а, например, Москвы, то при осуществлении регистрационных действий ему будет назначен другой номер. Понятно. Хорошо. Хорошо. Теперь такой вопрос. Если человек покупает автомобиль здесь, в Люберцах, в городском округе Люберцах, и, как вы говорите, уезжает в Магадан, он там тоже проходит, то есть он не может зарегистрироваться здесь, потому что он должен зарегистрироваться там. Регистрационные действия вообще везде. То есть любое регистрационное подразделение, ну, тут мы, наверное, говорим не о том, что любой, а любой, где он смог прийти и получить талон в живую очередь. Соответственно, если он его получает, он может воспользоваться этой госуслугой. Ну, вот я могу сказать... Почему вы меня остановили? Я правила не нарушал. Ну, это традиционный, да, вопрос. Он же время теряет и так далее. Каковы сегодня, вот с точки зрения остановки владельца транспортного средства водителя правила? Вы неописательно, насколько я вам признателен за этот вопрос? Ну, он такой, знаете... Вот сейчас мы закончим передачу. Я бы это назвал такой... Это юридический атовизм, да? То есть мы его сами, вот в своем стремлении как-то оптимизировать ситуацию на дороге, да? То есть был такой нормативный документ, который имел четкий перечень, на каком основании мы можем останавливать участника дорожного движения. Причем, вот мы же все равно в состоянии этот перечень обеспечить при остановке. Получался сложный процесс. Мы, люди, насмотревшись Ютуба, насмотревшись интернета, пытались соревноваться в юриспруденции с инспектором. Иногда причем это даже удавалось. Ну, удавалось по причине того, что просто темперамент водителя наводил на мысль инспектора, что легче его отпустить. И потом этот победный ролик, ну, чего-то, ну, понятно, что он там не нарушитель, да? Он там, а ну-ка, давай-ка. Ну, и плюс количество просмотров. Да, потом эти вот победные ролики начали каким-то там пластом оседать в интернете, и их начали брать как за модель поведения себе, как вот за основу модели поведения. И тогда уже мы знали, что с этим делать. И тогда уже страдальцы по статье 19.3 Административного кодекса невыполнения законных требований сотрудника полиции уже получали свои сутки и сидели в изоляторах, точнее, извиняюсь, в спецприемниках. Причем были даже такие моменты, когда мамы двух детей, но пытались вот своим вот, назову лично, нахрапистым поведением доказать неправоту водителя, инспектора, да. Но судей, рассматривавшие видеозаписи, беспортомное поведение этой дамы не оставило просто вот никакого выбора. Не смягчило их. Десять суток эта дама получила. Получила. Да. Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего еще вопрос о штрафах и их наказаниях. И на этом все. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Мы беседуем сегодня с начальником отдела ГИБДД МУ МВД России Люберецкая полковником полиции Ильей Атамановым. И вот сегодня система штрафов у нас работает. Здесь система 50-процентного штрафа и так далее. На сегодняшний день мы видим, что в обществе, как ни странно, все-таки и растет понимание, и знакомство с законодательством, ну и опять же всевозможные цифровые технологии. Как сегодня, когда ты нарушил правила, тебя остановил инспектор, ты понимаешь, что правила нарушены, он понимает. Ну, то есть как бы все приходят к некоему выводу. Что дальше делать? На сегодня можно взяточку-то дать инспектору ГИБДД и решить вопрос, как бы и ему хорошо, и тебе хорошо? Да, конечно, можно. Статья 291 Уголовного кодекса. То есть съемка идет или как? Ну, видеорегистраторами оборудованы все служебные машины. А он скажет, у вас есть сигарета, пойдемте покурим. На грудные видеорегистраторы. То есть не удастся никак договориться. Да, мы сейчас говорим о возросшем профессионализме государственной инспекции. Да, я говорю о том, как сегодня человеку, понимаете, ведь он находится в состоянии иногда аффекта, можно сказать, и случайно неправильное действие может привести его к нарушению законодательства. Давайте я вам коротко отвечу. В прошлом году по статье 291 было привлечено свыше 10 водителей. Дача взятки к служебным лицам? Да, при исполнении. Понятно. То есть нужно заполнить протокол и уже дальше разбираться в соответствии. И тут еще очень важный момент. Опять же, возвращаясь к Ютьюбу, я вижу, что вы активно изучаете все эти ролики. Там тоже есть такие обучающие программы, их можно в кавычках назвать, не в кавычках, что если вы с чем-то не согласны, то в протоколе пишите, что инспектор вас остановил, что вы ничего не совершали и так далее. Это действительно так нужно? Там целый раздел есть для этого. То есть как оно есть? Конечно. То есть юридически неподкованные люди просто они думают, что ну вот меня остановили, деваться-то уже некуда, так и напишу. Ну ладно, нарушил. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть если вы считаете, не нарушили, надо написать, что я считаю, что я... То-то, то-то, да. А разбираться в этом кто будет, спрашивает этот юридически неподкованный водитель. Кто читает протоколы сегодня в инспекции ГИБДД? Протокол имеет два уровня проверки. То есть его сразу проверяет непосредственный руководитель в конце смены, плюс инспектора административной практики. И если у нас сейчас, мы сейчас с вами обсуждаем обжалование протокола, и при рассмотрении учитывается, что на месте человек сразу сформулировал свою позицию. И я могу сказать, что зачастую я при рассмотрении, то есть когда есть видеоматериал, или я же смотрю, опять же, материал, видеоматериал, который представляют инспектора, прикладывают к административному материалу. И нередкий случай, когда материал прекращается, и выносится постановление о прекращении диссертивного материала. Сейчас будет один неприятный вопрос, второй приятный, неприятный вопрос. А вот тот инспектор, который, скажем так, неправильно поступил в том или ином, ну, явно неправильно, какая-то с ним работа проводится, он получает какое-то порицание, или просто делает вид, что в следующий раз больше внимательнее. Нет, эта работа вообще постоянно проводится. Потому что есть такое ощущение, я сейчас объясню, есть ощущение у людей, которые обращаются, что вот даже если он выиграл, и штраф ему не начислили, то типа инспектору за это ничего не будет, что друг друга там защищают и так далее. Вот вы говорите, что работа проводится, потом мы знаем, что есть же внутренние какие-то еще проверки, правильно я понимаю? То есть инспектор будет наказан за то, что он неправомерно поступил, вот в чем вопрос. Понимаете, опять же, вот такой, что прям прямолинейно так, вот он прям, тот черный мы назвали белым, такого не бывает. Бывают оценочные ситуации, когда я как руководитель при рассмотрении этого административного материала занимаю сторону водителя. Причем сам водитель, он понимает, что вот можно, опять же, угол зрения, освещение, расположение машины. То есть на тот момент ситуация была такая и была оценена таким образом. Сейчас, имея весь доказательный материал с обоих сторон, мы принимаем это противоположное решение. То есть шанс у водителя есть, что вы встанете на его сторону? Ну, просто обязан рассчитывать на мою объективность. Я понял. Он просто обязан. И в связи с этим второй вопрос. Бывает ли к вам поступают, скажем, заявления, письма, когда благодарят вас водители за то, что в том или ином конкретном случае была рассмотрена их там жалоба и так далее, и было принято решение, которое освободило их от неправомерного с их точки зрения штрафа? И я их неоднократно зачитываю на утреннем инструктаже личного состава, тем самым поднимаю и авторитеты инспектора, и закладываю правильную модель поведения, в том числе и инспекторского состава. То есть, чтобы было ощущение, что мы делали... Ну, ничего, инспектора тоже люди, когда хвалят, ему все равно приятно. Понятно. Проверки проходят. И знаете, почему я еще это делаю? То есть, вот просто чтобы люди понимали, что вот так можно поступать, что это вот такую оценку. Ну, вот из последнего благодарственного письма, буквально на прошлой неделе, инспектора розыска настолько активно, то есть, вот там было ДТП со скрытием, и быстро, грамотно отработали материал, достучались до другого участника движения, и водитель с невиновной машины, которая там стояла припаркованной, в нее въехали и скрылись вместо ДТП. То есть, он быстро получил весь пакет документов и смог дальше по ОСАГО восстановить все. Соответственно, скрывшийся был привлечен к административной ответственности вплоть до лишения. Еще два последних вопроса, все коротких. Первый. Скажите, пожалуйста, если все-таки водитель чувствует, или действительно так и есть, что вот по отношению к нему на каком-то участке, вот здесь у нас в Люберцах, инспектор поступил как-то некорректно. Он подписал документы, написал, что он там не согласен и так далее. Ну, как бы разошлись. Он может куда-то позвонить в какую-то внутреннюю службу и сказать, что инспектор вел себя там так-то или... Ну, в общем, как-то пожаловаться, короче говоря. Он кому-то может? Если вы внимательно углядитесь у борта служебных машин, там есть телефон ДАНИ. Они работают. Безусловно. А не может получиться так, что я позвоню по этому телефону, некий условный я, пожалуюсь, а мне еще потом и хуже будет. Ведь как у нас люди думают, лучше я не буду уже, ладно, заплачу эти 500 рублей, что с меня? Звонят, получают помощь, получают поддержку, получают соответствующую реакцию со стороны МВД и руководителей. То есть все работает. Если человек злостно не платит штрафы... Вот штрафов у нас сейчас много, некоторые штрафы растут в стоимости, это последний вопрос. Что ему грозит? Некоторые ждут, что рано или поздно это спишется. А на самом деле, если не спишется, до чего можно дойти, если не оплачен штраф, даже каких-то там тысячу рублей долго? Тенденция такова, что все активно платят штрафы, потому что вот эти 20 дней с 50-процентным дисконтом им все активно пользуются. Другой вопрос, что надо понимать, что свыше 60 дней материал уходит в службу судебных приставов, и даже за 500 рублей можно получить арест на движимое-недвижимое имущество, и долго потом и мучительно все это дело снимать, все эти ограничения. Уже много страдальцев по этому поводу, поэтому все очень бдительно следят за уплатой штрафов. В телефонах много всяких программ по этому поводу. На порталах государственных можно эту информацию заполучить. Иногда эта ситуация некорректно, там обмен информацией проходит, но в 95% случаев это ровно так, как я говорю. Другой вопрос, что мы научились с мудрецами-хитрецами бороться, что в минувшем году жители наших союзных республик, активно передвигающиеся по столичному региону, не буду называть все известные регионы, и думающие, что теперь наши номера не сосчитают, надо понимать, что все номера нарушителей, они в базе есть. Если вас нету в базе как владельца, как нарушителя, вы присутствуете. Очень активно в минувшем году отрабатывалась следующая схема. Останавливается вот такой участник дорожного движения с номером с какой-то бывшей союзной республики. Идет, ну, он немножко многоступенчатый, но тем не менее. Чтобы вы понимали, в неделю от трех до пяти водителей, таких вот по еженедельному отчету, я наблюдаю привлеченных к административной ответственности. Причем одного водителя, ну, поначалу, когда ближайшее зарубежье не знало о таком возможном функционале с нашей стороны, до пятидесяти штрафов выписывалось на одного человека. Как это происходит? То есть идет запрос на месте, идет запрос в административную практику. Соответственно, административная практика связывается с центром видеофиксации, те смотрят, что на этой машине есть. И, соответственно, дальше вся эта административка участнику дорожного движения выписывается, и он идет ее оплачивать. Так что не уйдешь, как говорится, да, от закона. Хорошо. Илья Викторович. Ну, и это, к слову сказать, касается и отечественных номеров. Особо злостные нарушители, они все равно есть некая база, есть фильтр. Например, эти машины приходят в списки еженедельно. Соответственно, они забиваются в систему поток. Система поток дает соответствующую команду. И на компьютере в эфире подается команда, где передвигается такая машина. И такую машину тоже останавливают и привлекают к ответственности. В том числе по статье 20.25 сразу отводят в суд. И у нас за прошлый год были привлечения, в том числе до пяти суток давали ареста. Вот так вот. Начальник отдела ГИБДД МВУ МВД России Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманова. Огромное спасибо. Многие вопросы вы разъяснили. Но, тем не менее, приглашаю вас к концу года, там или летом, когда будет день рождения инспекции очередной. 85 лет. 85 лет. Я думаю, нам надо встретиться и придумать какой-то, может быть, даже совместный проект. Спасибо вам большое. Приходите в гости. Ну, а это была программа «Открытый диалог». В студии для вас работал Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова